На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Нановикова и коротко о некоторых темах выпуска. Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства. Нефтеюганцев приглашают сделать свой выбор самостоятельно или с помощью волонтеров. Общего выпускного не будет. Департамент образования рассказал, как пройдут последние звонки и прощальные балы в школах. Людей переселить, деревяшки снести. На комиссии по городскому хозяйству озвучили планы жилищного строительства. Носить только у сердца. Нефтеюганск присоединился ко всероссийской акции «Георгиевская лента». Она стартовала по всей стране сегодня и продлится вплоть до 9 мая. Так любой житель города может получить символ победы от волонтеров. Для этих целей в Центр молодежных инициатив уже поступило 8 тысяч георгиевских лент. Получить их жители могут ежедневно в двух специально отведенных точках. Одна будет на площади около кинотеатра «Юган» и «Фонтана», вторая на площади между библиотекой и «Жемчужиной Югры». Волонтеры будут стоять ежедневно с 12 до часу в обеденное время и вечером с 17 до 18, для того, чтобы жители могли спокойно подойти к волонтерам, получить георгиевскую ленточку. Помимо раздачи лент, волонтеры «Победы» занимаются и просветительской деятельностью, объясняя горожанам, как правильно носить черно-оранжевый символ. Не рекомендовано заплетать ее в косички, носить в качестве шнурков, привязывать к сумке. То есть георгиевская ленточка – это символ победы, это символ памяти, это символ уважения ветеранов. Поэтому всегда она носится только на сердце. Присоединиться к акции может любой желающий, в том числе в качестве волонтера. Для этого достаточно обратиться в ЦМИ. На этой неделе стартовало всероссийское голосование за благоустройство общественных территорий. Нефтьюганцам необходимо, не откладывая в долгий ящик, сделать выбор – самостоятельно или с помощью волонтеров. Напомним, за право благоустройства сейчас соревнуются два объекта – это детские площадки 8-м А и во втором А микрорайонах. Голосование проходит на сайте 86.городсреда.ру. Вход на платформу возможен как через портал госуслуг, так и по мобильному телефону. Для этого необходимо получить одноразовый пароль доступа. Нужно перейти по ссылке, выбрать муниципальное образование, затем проект, который вы хотите поддержать, зарегистрироваться и проголосовать. Принять участие в опросе может каждый желающий от 14 лет и старше. А за второй А, да? Да. Вот этот сайт. Или вам записать. Да, по мобильному телефону можете проголосовать. С 14 лет дети, внуки могут проголосовать. У меня мобильный-то кнопочный. Кнопочный. Можно проголосовать и с помощью волонтеров, которые дежурят на инфоточках в «Жемчужине Югры» и в МФЦ. В будни они открыты с 16 до 20 часов, в выходные с 12 до 20 часов. Они видят нашу форму, подходят и спрашивают, а что это такое? А мы говорим, мы хотим, чтобы наш город был комфортнее. Поэтому такой вот десант в городе работает. И мы должны с вами проголосовать. Быть или не быть площадки. Или 8-й А микрорайон, или 2-й А микрорайон. Это детские площадки. Ну, нужно проголосовать всем жителям минимум 15 тысяч. Это 15 процентов. Это очень много, конечно. Поэтому мой призыв, горожане, приходите, приводите своих друзей, сыновьям, дочерям. Всем-всем-всем говорите. Сделаем город комфортнее. Голосование будет проходить до 30 мая. Выбрать можно лишь один объект. Тот, что наберет наибольшее число голосов и будет благоустроен в 2022 году. Мария Сераева, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». В 2021 году в «Нефтеюганске» планируют ввести в эксплуатацию 44 тысячи квадратных метров жилья. Это один из самых высоких показателей за последние 10 лет. Свыше 11 тысяч квадратов уже полностью готовы к сдаче. Такие цифры были озвучены в ходе заседания Думской комиссии по городскому хозяйству. В целях увеличения темпов строительства в этом году также запланированы работы по планировке и межеванию территорий 9А, 13 и 8 микрорайонов. Кроме этого заключаются контракты на строительство инженерных сетей. В частности, с июня по сентябрь пройдет реконструкция сети теплоснабжения в 15 микрорайоне. «На сегодняшний день готовится к заключению контракт по инженерному обеспечению 17 микрорайона вдоль улицы Нефтяников. Если вы ориентируетесь, это участок от улицы Романа Кузоваткина до улицы Набережная». На заседании Думской комиссии были озвучены и планы по расселению болочников. На сегодняшний день жильцы 39 таких строений уже получили новое жилье. А сами балки готовы к передаче под снос. Еще шесть объектов будут расселены и ликвидированы до конца 2021 года. В связи с запланированным расселением и сносом 6 микрорайона на этой неделе пройдут встречи представителей департамента ЖКХ с собственниками жилых помещений, как комнат, так и квартир. Жители просят обратить самое серьезное внимание на эту информацию. В ближайшие два дня их будут ждать. В среду 28 апреля в 18.00 пройдет встреча с собственниками домов номер 35, 36, 37, 41, 42, 43 6 микрорайона. Она состоится возле 37 дома. В это же время возле дома номер 34 пройдет аналогичная беседа с собственниками помещений домов номер 17, 22, 32, 33 и 34. В четверг 29 апреля в 6 часов вечера представители департамента ЖКХ проведут встречу с жителями домов номер 60, 62, 69, 72, 74, 75 и 77. Она состоится возле дома номер 74. В этот же вечер также в 18.00 к дому номер 51 нужно подойти собственникам домов номер 44, 45, 46, 48, 51, 58 и 78. Общегородского выпускного не будет. В департаменте образования сообщили даты последнего звонка и выпускного балла для одиннадцатиклассников, который пройдет в рамках школы. Эта информация была озвучена на совещании в городской администрации. 24 и 25 мая начнутся экзамены у выпускных классов. С датой последнего звонка, который на этот раз пройдет в реальном, а не виртуальном формате, уже определились. Последний звонок будет единый для девятых и одиннадцатых классов и планируется он к проведению 21 мая. В рамках данного мероприятия пройдут выпускные торжественные линейки. Ребятам скажут напутственные слова. Что касается выпускного, у одиннадцатиклассников дату назначили на 16 июня после того, как сдадут основные предметы – математику и русский. В этом году в связи с наличием все-таки ограничительных мероприятий планируется к проведению в общеобразовательных организациях. В каждой школе пройдет свой выпускной с торжественным вручением аттестатов и культурной программой. Что представляют собой некоммерческие организации и сложно ли их открыть? Чем они отличаются от обычного предпринимательства и почему властям выгодно поддерживать НКО? Обо всем этом узнаете в среду в свежем выпуске программы «Политфокус». На сегодняшний день в Нефтьюганске существует порядка 180 некоммерческих организаций. Их количество продолжает расти. Многочисленные меры поддержки от властей только подогревают интерес к НКО. Но зачем это нужно городу и округу? Какие цели преследуют некоммерческие организации? И как остаться на плаву спустя 20 лет деятельности? Ответы на все эти вопросы будут завтра в очередном выпуске программы «Политфокус». Начало в 19.30. Турнир памяти вратаря Тимофея Беличкова. В «Жемчужине Югры» состоялись соревнования по мини-футболу среди школьников. Воспитанники школы Олимпийского резерва «Спартак» провели три игры, определили победителя по разнице голов. Поддержать ребят пришли родные и друзья. Эмоции кипят, адреналин бушует. А как иначе, ведь твой ребенок играет в футбол. Для кого-то это еще и первые соревнования. Поддержать проходят всей семьей. Самое главное, самое главное, это желание заниматься спортом, а именно таким видом. Как мнение в футболу, все зависит от него. В данный момент не определился, кто он защитник, вратарь или нападающий. Пока, ну, неопределенно. Участвовало три команды, каждая из которых выиграла по одному разу. Победители определяли по разнице забитых мячей. Юный Евгений занимается футболом уже два года. Сегодня команде принес несколько красивых голов. Так мы бы взяли третье место, но мы как стали более хорошо играть, у нас была цель занять второе место. И мы справились со своей целью. Мальчишки в возрасте от 10-11 лет получили медали, грамоты и сладкие призы. Победители наградили кубком. Как признается Матвей, играть было тяжело, но его команда одержала победу. Меня сбили там. Все-таки забил гол. Ну, могли лучше сыграть. В чем играть? Ну, в нападении и в защите тоже. Тимофей Белячков играл в высшей лиге голкипером в команде РН «Юганскнефтегаз». Скоропостижно скончался в мае 2013 года. Турнир в его честь проходит в «Нефтьюганске» уже седьмой раз. Ежегодно спортсмены выходят на поле, чтобы показать красивую игру и почтить его память. Хорошие и интересные игры были. По накалу получились интересные игры. Да просто тут самое главное участие. Дети получили удовольствие и почтили память вратаря. Ну и по традиции общая фотография участников. Алина Ширина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». В «Жемчужине» Югры встретились и ветераны нефтьюганского спорта. Они провели матчевую встречу по мини-футболу, посвященную памяти Анатолия Капирулина и Евгения Ревы. Товарищи вспомнили прежние победы и почтили память своих легендарных тренеров. Памятный турнир проходит в городе уже второй раз. В нем принимают участие выпускники спортшколы «Спартак» разных лет и друзья легендарных тренеров. Встреча началась с выступления внучки Анатолия Капирулина. После поддержать участников вышел танцевальный коллектив «Дома детского творчества». Вступительное слово сказала вдова Евгения Ревы Нина Князева и председатель комитета по физической культуре и спорту Игорь Крутько. Также с речью выступили депутаты. Хочется всем вам пожелать сегодня нрава, удовлетворения, встречи. Ну а тем, кто пришел сюда посмотреть и поболеть, яркие впечатления. Я обещаю от имени всех воспитанников, что пока живутся в Тюнганских воспитаннике, в матчной встрече быть, впоследствии быть и турниру. В памяти Евгения Борисовича Анатолия Викторовича. Вечная память нашим тренерам. Спасибо им за все. Там уважение, благодарность тем людям, которые стояли у стопов мини-футбола в Тюнганске. Мы видим, что дело живет, и мини-футбола в Любовне в Тюнганске. Анатолий Капирулин работал тренером-преподавателем в «Спартаке», был ветераном педагогического труда. Его не стало в ноябре 2010 года. Евгений Ревы работал в детском спортивном клубе, позже стал директором спортсооружения «Спартак». Его воспитанники – многократные победители и призеры округа по футболу. Скончался в мае 2014-го. Хочу почтить память вот этих людей, которые отдали жизнь на развитие футбола в Тюнганске и спорта в целом. И были замечательные люди. Очень жаль, что ушли рано. И низкий им поклон, и память. Со слов футболистов, они воспитали достойных людей, работающих руководителями в нефтяной и спортивной отрасли. Ради такого события многие приехали из других городов. Так, бывший тренер футбольного клуба «Эрин Юганск-Нефтегаз» прилетел из Москвы. Возможность в следующий раз встретиться, пообщаться и провести время, как говорится, на поле. И вспоминать любые годы. Это очень дорогого стоит. Ради этих эмоций все мы тут собираемся. Для футболистов это семья. Им не важно, кто на площадке будет лучшим. Финал встречи прошел со счетом 10-8. Победила дружба и память. Алина Ширная, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Весна – пора обновлений. Вот и метросеть привнесла много нового в свою сеть вещания кабельного телевидения. Еще больше уникальных телеканалов стало доступно пользователям провайдера. Всеми подробностями поделится наш корреспондент. По многочисленным просьбам пользователей провайдер значительно увеличил число телеканалов. Теперь в пакете телевидения от метросети можно увидеть более 200 телеканалов на любой вкус. Среди новинок такие каналы, как «Фликс СНИП», «Тревел Ченнел», «Фуд Нетворк», «Райя Уна», «Ник Джуниор» и другие. Команда метросети долго и тщательно готовилась к обновлению сети вещания кабельного телевидения. В итоге список пополнился разноплановыми телеканалами, которые будут интересны зрителям разных возрастов. От малышей до людей старшего поколения. Мы уверены, что каждый зритель найдет для себя интересный и полезный контент. Желаем всем приятного просмотра. Итак, теперь в аналоговом пакете вещания метросети 55 каналов. В цифровом формате транслируется 160 телеканалов, в том числе 31 канал VHD. Кроме того, для удобства поиска каналов на телевизоре специалисты метросети сгруппировали их по тематикам. Чтобы увидеть и оценить все телевизионные новинки, осталось только перенастроить свои телевизоры в автоматическом режиме. Инструкции уже доступны в личном кабинете. Мы всегда рады помочь нашим клиентам, готовы подробно рассказать о нюансах настройки различных моделей телевизоров. Задать вопрос можно по телефону или в чате технической поддержки. А если не будет необходимо, то направим техника на дом. С телевидением от метросети легко постигать новое, развиваться, быть в курсе всех последних событий или просто отдыхать всей семьей за просмотром любимого фильма или сериала. На этом я прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok